Я сейчас всех приветствую и на Дэвидзен-радио, и на эфире Фейсбука, на странице Рабай Ласкин, и на странице Хабада Тру. Всех рад вас видеть на территории нашей программы «Быть и верим». Сейчас у нас 5 часов и 5 минут по нёсткому времени. И, как всегда, в воскресенье мы с вами немножко говорим о духовности, о нашей жизни, о немножко другой перспективе. И сегодня наша тема, она очень важна. Она связана с недельной главой той, которую мы только ещё читали, в эту воскресенье, в эту субботу. Но это одна из самых важных тем в этой жизни, а тема вообще баланса в жизни между то, что получать, и то, что давать. Есть такое прекрасное слово «любовь», «агава». Но не об этом сегодня тема, но это слово «агава», «любовь», оно означает «хав», от корня слова «хав». «Хав» – это «давать». Люди считают, что любовь – это получать, это брать. И вообще жизнь, когда ребёнок рождается в этой мире, он рождается, знаете, с таким маленьким кулачком, закрытым. Думаю, что он всё захватит в этой мире, он всё возьмёт. Но суть этой жизни – это не брать, это давать. И вот этот момент о умении давать, и для чего мы тут, это суть любви, и любовь – это умение давать, не ожидая ничего взамен. И суть этой жизни – это из-за этого в нашей отдельной гравиттории пишется «патоах-тифтах» – такие слова. «Открой, открой» – дважды пишется твою руку бедному человеку. Почему «открой, открой»? Скажи один раз «открой», мы поймём идею. Потому что идея тут следующая. «Открой сейчас» и «открой» не только твою руку, «открой» твое сердце. И не останавливайся на сердце, если ты открываешь своё сердце прекрасно, но на кармане это где-то там застревает. Нет, «открой» своё сердце, «открой» твою руку, потому что в конце концов, там после 120 лет, ты умрёшь с открытой рукой. Ты рождаешься с этим кулачком зажатым, думаешь, что я захвачу весь мир. Но в конце концов, когда мы, мои дорогие, заканчиваем свою миссию в этом мире, то в этот момент, что мы её заканчиваем, мы знаем, как тот богатый, прошу прощения, как тот богатый еврей, у которого у него было 10 детей, и он утром умирает, он их всех собирает вместе. Говорит, дети мои, я вас прощу, когда я умру, я вам оставляю два письма. Первое письмо, откройтесь сразу после моей смерти. А второе письмо на 30-й день шло ещё. И вот, когда он умирает, они открывают его первое письмо. Дети мои, у меня только одна просьба. Я всё ради вас сделал в этой жизни. А вы для меня похороните меня с моими носками. Они подходят к Рабину, к Рабе, говорят, Рабе, у нас такая просьба нашего отца. Говорит, вы знаете, как я люблю и обожаю вашего отца. Любил и обожал. Ну всё, по ибийскому закону мне нельзя хоронить человека с чем-либо. Кстати, почему? Мы о том ещё поговорим сегодня с Божьей помощью. И вы знаете, они подходят к отцу, к могиле, говорят, папа, извини нас, мы хотели искренне исполнить твоё желание. Но мы не можем. Это идёт против нашей великой. И в этот момент они хоронят отца. И на тридцатый день они опять приходят. И на этот раз по просьбе своего отца они открывают второе письмо. И там написано. Дети мои, помните, когда душа человека поднимается на небо, когда закончил свою миссию, даже носки с собой не возьмёшь. Очень часто в этой жизни мы думаем, что чем я буду больше брать, я буду больше успешным. Чем больше я буду получать, я буду более влиятельным. Но мы не осознаём один принцип. Или не всегда вовремя его осознаём, скажем так. Что есть момент, когда чем позже ты возьмёшь себе открыть эту руку, ты пропускаешь шансы каждой минуты, каждой секундой в этом мире это твой шанс давать. И ты в этом мире, чтобы давать. И чем больше ты даёшь, как пишут, вы хули трума. И трума – это пожертвование. Пишутся, не тну ли трума, не дайте мне трума, как должно быть, а возьмите мне трума. Только возьмите мне трума. Чем больше ты даёшь, чем больше ты берёшь, чем больше ты получаешь. Знаете, этот еврей, который, ему позвонили с UGA Federation, это федерация еврейская в Нью-Йорке. Они говорят, вы знаете, мы смотрим весь список людей состоятельных в Нью-Йорке, зверской общины, мы видим вас, у вас такая большая зарплата, 800 тысяч долларов в год, вы уважаемый человек, но при этом, по какой-то причине, вы не являетесь на списке наших доноров, наших спонсоров. И вот мы хотели узнать, почему. Мы можем вам как-то помочь, объяснить, разъяснить, рассказать. Вы знаете, что у меня сестра родная, слепая, у неё двое маленьких детей, говорит, извините, пожалуйста, мы это не знали. Знаете, что у меня мама привязана к кровати, не может ходить, и больна. Извините, пожалуйста, мы этого не знали. А вы знаете, что мой там двоюродный брат в психической больнице уже там мучается. Извините, мы всё это не знали. А если я им не помогаю, то значит, что буду вам помогать. Вот такой грустный анекдот, я бы сказал. Но действительно, хочу сказать, что вот в недельной главе, только мы сейчас читали, раскрывается очень сильно эта тема цитаки. И тут мы с вами заходим на очень пару важных моментов. Люди на любом языке, на английском, на русском, есть слово справедливость, и есть слово милосердие. И обычно это два отдельные слова, которые не соединяются вместе. Ведь человек обязан другому человеку тысячу долларов, и он ему её отдаёт. Это справедливость. Человек ему не обязаны эти деньги. И в один момент он бьёт и даёт ему тысячу долларов. Это милосердие. Так казалось бы. Иудаизм – это единственный язык, на котором эти два слова соединяются. Что слово «цдака», слово «милосердие», но мы приводим как пожертвование, как милосердие, как черити. На иврите происходит слово «цедек» – «правосудие». И в иудаизме – это единственная религия. Можете мне подправить. Но, как я знаю, только в иудаизме может суд ровинацкий обязать человека давать знаком. Ты не делаешь милосердие, чем что-то помогаешь другому человеку, а ты обязан помогать. Насколько? Мы поговорим сейчас. Но каждый человек обязан помогать. Может суд конфисковать его имущество, если он считает, что он недостаточно добрый, недостаточно щедрый человек. Я нигде еще не видел в иудаизме. Когда ты делаешь милосердие, помогаешь другому человеку, это правосудие. Это элементы милосердия. Ты можешь давать и 10%, можешь давать и 20%. Поговорим. Есть там элементы милосердия. Но это и есть правосудие. Потому что мы изначально поеверско-велики. Во-первых, мы ничего не имеем. Все, что в этой мере кажется наше, оно в нашем владении, но оно не наше. Причит Бог, как пишется, все еще второе. Вся земля, вы не имеете права продавать землю на вечную кому-то, потому что это земля моя. Земля, она не наша. На какое-то время она дается нам. Бог нам ее одалживает. Вы знаете, когда нам всего еще дает эти подарки, эти благословения в этой жизни, все эти бонусы великие, туда все еще нам дает экстра. Не только то, что нам полагается, но дает нам еще 10-20% больше, то, что мы могли бы делиться с другими людьми. И когда мы это отдаем, мы по справедливости делаем. Потому что мы получили, чтобы передать это другим, и мы это передаем. из-за этого этот знака, это милосердие, это то, что мы должны делать. И тут момент очень интересный. Мы с вами сейчас заходим в очень важное время, самое важное время года. Последний месяц. Элюль, Рошходыш Элюль. Месяц преданности Богу. Месяц знака Девы. Девственность, когда мы возобновляем нашу девственность, наше отношение с Богом. Тот месяц, когда есть энергия каждому из нас исправить. Важно, какие ошибки мы делали в этом году. Какие действия мы делали в этом году. Можем все исправить, что было сделано в этом за один месяц. Даже более того, говорится, что за последние 12 дней, не ждите только этого, но за последние 12 дней месяца ты можешь исправить каждый день за один месяц в году. Такая энергия. Это тот месяц, когда Моисей поднялся второй раз после Золотого Тельца. Это Элюль. Рошходыш, Арон, Лухот, Вашевре, Лухот. Ковчег, скрыжали, разбитые скрыжали. Это тот месяц, когда Моисей поднялся на гору Синай второй раз. Он получил второй шанс. Когда 40 дней он был на горе Синай, пока в Йом-Кипур, он не получил вторые скрыжали. Это было полное прощение. И это 40 дней, когда раскрывается 13 мер милосердия. Конечно, о значении энергии этого месяца, уроков этого месяца, буквы этого месяца, о органах, о очень многом. Мы поговорим с Божьей помощью в отдельной лекции в понедельник этот. Я вас всех приглашаю. Завтра вечером на Зуме у меня будет отдельная лекция в 8 часов на Каббала и астрологии энергии месяца Илюль, где поговорим о энергии потрясающей этого месяца. О самой маленькой буквы ЮД, как она влияет на людей этого знака, на нас в это время года, на наши органы. Очень интересная тема. И как нам трансформировать себя, и как эта трансформация должна происходить в это время, это будет завтра на Зуме. Так что, где вы бы ни были, приглашаю вас всех по нерскому времени в 8 часов вечера поздинься к нам. А, кстати, в 7 часов будет потрясающий эфир потрясающего доктора, доктора Любов Мойсик. Доктор Мойсик, потрясающий доктор, более 25 лет, имеет свой офис тут в Нью-Йорке, на Ошен-Парквей, 3000 Ошен-Парквей, работает с Маймонидис Хоспитал много лет, и она с нами поделится важнейшей информацией о ковиде. Все, что вы знали и не знали о ковиде-19. Как она помогает людям после, которые прошли ковид, но на этом не точка. Тут, если человек прошел коронавирус, значит, у него ухудшилась сейчас иммунная система, но есть способы и методики, как она может поднять иммунную систему, и она поделится с нами об этом, и как нам не заразиться, и как себя обезопасить, и как не заходить в панику, и как себе помочь. А во всем этом в 7 часов вечера будет особенный фирнозумий с доктором Любовь Мойсик, а в 8 часов вечера моя лекция Каббала и астрология, знак Девы, месяц Элюль, месяц раскаяния и месяц трансформации. И, кстати, номер телефона для информации 347-228-15-347-993-2144-347-993-2144. Или, конечно, на Фейсбуке мою группу Каббала Выдрабай Ласкин или пошлите мне сообщение у нас из группы пару групп на WhatsApp, можете присоединиться в наши группы, будете получать все наши эфиры. Но давайте возвращаемся обратно на минутку все-таки к цитаке, к нашей теме. И пишет Рамбам, что вот в этот месяц, месяц Элюль, месяц трансформации, когда решается твоя судьба, когда раскрываются 13 мер милосердия по Каббале, когда, как называют это Каббала и учение хасидизма, выходит цаев поле, что мы всегда должны как-то попасть к нему во дворец и нелегко попасть и не каждый может. То есть один раз в году, когда сам царь выходит в поле и неважно твой уровень и твое состояние, он всегда около тебя и всегда может тебе прийти. Вот это именно это время. И говорит, и говорит из-за этого великий Рамбам есть одно деяние, которое, если ты будешь его делать именно в этот месяц, ты можешь спасти себя, изменить свой приговор и наружу же на Йом-Кипур изменить свою судьбу. Он говорит, одно деяние, даже не дает три деяния, а пять деяний, одно. Это какое? Цдака. Именно цдака, именно пожертвование, черити, это то, что может изменить за даже за короткое время нашу судьбу с вами. Почему именно эта заповедь не речь идет ни о молитве, ни о субботе, именно о цдаке? Потому что, что мы просим у Бога? Мы ко всему Всевышнему, мы же все-таки занимаемся немножко торговлей со Всевышним, Всевышним, даже если я не заслуживаю. Ты же меня любишь, ты же мой отец, ты же мне все сделаешь. Ну, так все, закрой глаза тут, и там мне надо смотреть, и тут помоги, и все-таки. Ты же меня любишь, ну помоги мне. Ну я буду стараться, я буду, ну, ну, мы договоримся все-таки, ну. Понимаете? И в этот момент Всевышний говорит, хорошо, ты же просишь меня лифлим еще вот один, то есть ты просишь меня как бы сверх того, что тебе полагается. Цдаку! Ты от меня просишь, чтобы тебе дал. Ты хочешь, чтобы я тебе давал цдаку? Потренируйся с другими, давай ты им цдаку. Если ты видишь, что ты правильно исполняешь твою заповедь, то ты можешь от меня просить, но если ты сам не можешь раскрыть свое сердце другим людям, то как ты можешь от меня просить, чтобы я раскрыл и все зеркало в этой жизни. Логично? Логично. И за это то время, когда мы должны показать Всевышнему, что ты как мы добрый, и тогда помоги, будь тоже добрый к нам. И Всевышний, кстати, говорит о потрясающей вещи. Это единственная заповедь, которую Бог пишет в книге Миха, что вы можете меня проверять. Никогда не пишется о субботе, что если Всевышний там соблюдает субботу, то он должен там быть богатым, если он потерял работу, и своя математика, и свой счет, высший мир, грядущий мир, этот мир. Заповеди – это отдельный счет. Но именно на дзадаку пишутся следующие слова. Слушайте внимательно. Если человек хочет и просит, чтобы Всевышнему раскрыл канал благословения, он говорит, есть один способ, как ты можешь получить эти благословения в жизни. И это есть одна формула. И говорите, вы можете меня проверять на этом. Если вы это сделаете, и вы верите в Бога, вы станете более богатыми. Ну, где формула? Народ спрашивает моментально. И вот формула, она следующая. Каждый человек должен давать минимум, масса, то, что называется, одна десятая от того, что он имеет. То есть это можно снять отсюда расходы бизнеса и от той суммы, налоги, и от той суммы, которая у меня остается на это от моего бизнеса, от моего заработка, я должен отдать минимум 10%, но еще больше 20%. То есть от 10 до 20%, когда люди писали, что им тяжело, больше 10, 20, дайте хотя бы 15, но надо, и чем больше ты как бы себя превосходишь, чтобы увидеть боль другого человека, чтобы ему помочь, чем больше Бог тебя видит, тебя чувствует и тебе помогается. Из-за этого тут очень важный момент, вот я вам дайте там историю, пример, чтобы было сразу же понятно, о чем я говорю тут, что рассказываю. Это было 60-е годы. Любачийский рэбе собирает деньги для нового поселка в Израиле, в Фуахабате. И в этот момент он собирает деньги для нового поселка в Фуахабате, в Израиле, там были евреи из Евопы, без денег, и рэбе очень редко этого делал. Друг на собрании, на хасидском собрании говорит, все, кто готов, нет, не все, кто готов, это я говорю, все, кто готов, рэбе сказал, все должны написать ту сумму, которую люди готовы пожертвовать на цедоку для строения еврейского поселения в Израиле Кфархабате, что на переводе на еврит, с еврита на русский это Кфар, это деревня, Хабат, хабатская деревня, это поселок любавческих хасидов в Израиле, около Бен-Гурьона, около аэропорта Бен-Гурьона. Было большое количество народа, и каждый еврей писал ту сумму, сколько он готов дать на цедоку. И там попался такой хасид, ортодоксальный еврей, но не любавческий, из Бельгии, который был там в Америке по делам, и решил зайти к великому любавческому Рэбе. И вот он, находясь у Рэбе, пишет Рэбе, что я дам 500 долларов, что на все времена довольно большая сумма. Рэбе говорит ему, нет, ты можешь больше. Ну так, с Рэбе любавческим не может спорить, написал тысячу. Рэбе говорит, нет, ты можешь больше. Он пишет, это 1500. Говорит, можешь больше, 2000, можешь больше, 2500. Короче, он довел его до 4000 долларов. Сейчас. И тот думал, ну я дам Рэбе, там пару чеков на тебя отсроченные. У него уже был бизнес в то время. Тяжелый, он занимался алмазами в Бельгии, но было тогда время непростое. Говорит, Рэбе, я могу там дать вам чек? Говорит, не, не, не. Все наши часы, этот чек, эта сумма, ну он так не был, ожидал такому напору, скажем так. Но он сделал, едет обратно в Израиль, в Израиль едет. Его партнер из Бельгии ему позвонил и говорит ему, ты не поверишь, сейчас это же потрясающая сделка алмазов, может быть, за очень дешевую цену купить, хочешь быть со мной напарником, быть на 50%. Говорит, да, я готов, на 50% я беру. Но он говорит ему, понимаешь, у меня сейчас денег нету, я тебе немножко попозже это выпущу, не волнуйся, мы справимся, не первый раз делаем вместе дела. Через неделю-полторы тот ему звонит, партнер из Бельгии, говорит ему, слушай, ты мне еще рано звонишь, не волнуйся, денег не надо, и даже я не успел еще там все заплатить, я уже только купил это, уже продал человеку в три раза больше суммы, и тебе не надо давать свою часть, у тебя есть заработок, уже 16 тысяч долларов. И посылает ему 16 тысяч долларов. Посмотрите, 16 тысяч долларов, это ровно, 4 тысячи долларов, это было одна, 4 тысячи долларов, то, что он дал уже Ребе, это была та одна пятая от 20 тысяч, то есть, другими словами, он дал 4 тысячи этот, и получил себе заработок 16 тысяч. Так что это все было прекрасно, слава Богу. То есть, он получил чистыми заработок 16 тысяч, и те 4, это было уже его то, что он уже как бы Ребе дал. Из-за этого Ребе как бы другими словами хотел, чтобы он сначала дал, и так Ребе пишет в письме, и Ребе пишет очень серьезно, чтобы он дал сначала 20%, и за счет этого он себе расходит канал получить этот заработок. Из-за этого есть потрясающее письмо Любальского Ребе, он его еще написал до того, что он стал Любальским Ребе, и он пишет такие очень интересные слова, он пишет это, следующие слова он пишет, я это сейчас почитаю на иврите эти слова, и вам сразу же их переведу, слова Любальского Ребе. У Всевышнего есть два пути, как давать заработок человеку. Один заработок, сначала Всевышний дает тебе деньги, а потом видит, сколько из этих сумм ты даешь на цдаку, правильно ли ты ведешься с этими деньгами или неправильно. Но второй способ другой, что дают от цдаки, человеку сейчас нет денег, он дает заранее на цдаку больше, чем он может, и Бог, и Бог, ино нишаар Балхов, всего, что не остается ему в долгу, но возвращает ему пи-кама халакин, в пару раз больше. И за этого Ребе пишет этому человеку, дадал Данэш, на пути я на сумму, он говорит, беру, отец, хума, чек, когда я увидел ту сумму, которую вы дали, тамэнди, я удивляюсь, ма шумарахамим, инхэмалакатуш, что вы имеете миласерди, вы жалейте Бога, дайте, 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 как полагается, и чтобы Бог мог вам дать, вам два раза, пару раз больше. Не жалейте Бога, говорит. Из-за этого Ребе говорил, когда вы находитесь в молитве Роша Шана, вот сейчас мы уже месяц до Нового года, мы всех просим, Всевышнего, дай нам благословение, дай нам заработок, и в эти нелегкие времена с коронавирусом, со всем, но при этом нам нельзя забывать. Пишется в иудаизме, даже бедный человек обязан давать зтаку, даже бедный, который кормится, а денег от других должен давать зтаку. То есть другими словами, одна из главных идей в иудаизме, Ребе говорил даже так, когда ты в Роша Шана молишься, ты так говоришь, я, может быть, не заслуживаю сейчас благословения от Бога, он тебе недостаточно себя вел правильно, но Всевышний. Дай мне, он не говорит, дай мне там 3 миллиона долларов, областно говоря, я хочу дать в этом году полмиллиона долларов на зтаку, на донейшн, хочу помочь своим общением, помочь своим людям, но для этого, чтобы я мог дать полмиллиона, мне нужно иметь 3 миллиона долларов, чтобы 20% мог дать на зтаку. А Раби Исраэль Салантера говорил такими словами, человек говорит, я не заслуживаю благословения, но помоги мне помогать другим, а чтобы я мог помогать другим, та же идея в общем, чтобы я мог помогать другим, дай мне это и это и это, мне не надо, но чтобы я мог помогать. Есть такая притча прекрасная, вы знаете, когда человек приходит в World of Astoria, у нас в Нью-Йорке один из самых известных отелей, где обычно в нормальные времена, если ты туда заходил и попросил там чашку кофе и кусочек туртика, 150 долларов – это нормальный счет. И человек говорит, видите, такой счет, не понимает, за что такие суммы, что такого там, где золото. Видите, тут скрипка играет, и тут рояль, и локейшн, локейшн, локейшн в центре Манхэттена, вы тут находитесь, вы должны за это все платить. Окей, он понимает, платит, отходит и видит, как, знаете, все официанты сидят, у них там целый тортик большой и целые там бутылки из кофе, из чая, он говорит, откуда у вас денег настолько много, что вы выиграли лотерею, вы не понимаете. Для обслуживающего персонала это все бесплатно. Для тех, кто обслуживает гостей отеля, нам все бесплатно. Мы говорим всего, что помоги нам обслуживать двоих гостей в этом мире, а если это будет наша роль, наша задача, то нам все бесплатно. Даже если мы не заслуживаем, у нас нет денег и нет заслуг платить за все это благо, но за счет того, что мы используем это для других, Бог нам обещает, говорит, возьмите меня в партнерство. Тем, что вы каждый месяц, несмотря на трудности, несмотря на легкость, даете как минимум 10% или сказать еще больше, чем больше человек дает до 20%, чем больше он увеличивает свои шансы на обогащение, чем больше вы будете давать другим, и это не свои деньги, это деньги Бога, что Бог вам дал, если вы справедливость всего лишь, и передаете это другим людям, то в этот момент вы берете Бога в партнера, и вы его заставляете помочь, заставляете быть его частью. Так что, как вы любоскребы, не жалейте Бога, и берите его в партнера, и давите, и давайте, и создавайте свет. И вы знаете, вот тут я вспоминаю другой прекрасный анекдот, когда у Абраши была мечта своей жизни один раз пролететься на эликоптере, на вертолете. Это была мечта всей его жизни. И он Сарочке говорит, Сарочка, давай поедем наконец-то на вертолет. Она говорит ему, Абраша, ты знаешь, что стоимость на вертолет – это 50 долларов? А 50 долларов – это 50 долларов. А, не можем себе такое позволить. Проходит еще время, они уже отмечают 50 лет свадьбы. Говорит, Абраша, как мы можем ответить на нашу свадьбу? Как в вертолете? Сарочка на него смотрит, Абраша, ты же знаешь, вертолет – это 50 долларов, а 50 долларов – это 50 долларов. Да, ты права, Сарочка. И так проходит еще время. И вот им уже обоим по 80 лет. И они ходят по Нью-Йорку. И проходят они около вертолета. И вдруг загорелись глаза Абраши. И видит он этот вертолет. И говорит, Сарочка, нам уже обоим по 80 лет. Сколько нам еще там дано? Может быть, мы уже один раз поедем на вертолет? Говорит ему Сарочка, Абраша, ты же знаешь, что цены на вертолет никак не упали. Это 50 долларов. А 50 долларов – это 50 долларов. Мы такое себе не можем посмотреть. И вы знаете, чудо произошло. Летчик услышал их беседу. И летчик говорит, вы знаете, мне так вас так жалко, такая милая пожилая пара. Я вас возьму бесплатно. Забудьте вы о 50 долларов. Но у меня одно условие. Я буду лететь. И не важно, что будет и как будет. Вы молчите. Ни слова не говорите. Как только одно слово скажете, с каждого по 50 долларов. Они так подумали, согласились. И вот наш летчик начинает так лететь. Такие маневры начал делать. Скажется, всю его жизнь он так никогда не летел. Когда он наконец такие маневры делал в воздухе, ему же самому было плохо и тошно, бедному. Когда он еле-еле приземлился, и он так говорит, Абраша, я в восторге. Я не верил, что я такое тут наделал, что вы будете так молчать. Говорит, минуточку, минуточку, Абраша, где Сара? Вы знаете, Сарочка вылетела. Я хотел сказать слово, но вдруг я вспомнил, что 50 долларов – это 50 долларов. Я же не мог. Понимаете, мои дорогие, 50 долларов – это 50 долларов. Но для чего мы в этой жизни? Для какой причины? Для какой цели? Мы иногда только стараемся кулаками захватить, забрать и взять. И забываем, что законы иудаизма мы обязаны давать. Это даже не милосердие, это даже не щедрость, это правосудие. Мы получили, чтобы давать. И именно для того, чтобы быть более успешными и более правильно жить вообще, по сути. Чем больше мы даем, мы показываем Богу, что мы правильно используем его деньги. Его деньги, не наши деньги, не забывайте. И этим образом мы даем причину Богу давать нам больше, полагаться на нас больше, потому что мы правильно себя видим. Из-за этого тут еще очень важный момент. В иудаизме мы стараемся быть спорными, что мы все равные. Да, мы получаем деньги неравно. Человек может зарабатывать один больше, другой меньше. Но мы все получаем от Бога. И мы получаем больше, чтобы мы могли делиться с другими. Из-за этого иудаизма, даже вот, например, полоны, те же полоны, которые мы отметили в начале беседы, человека хоронят в Тахрихим, в Талисе. За границей его хоронят, еще добавляют тут маленький шкафчик, но самый такой, знаете, как дикт, тоненький. И самого богатого человека, и самого бедного человека хоронят одинаково. Что не трясется между людьми? Когда девушки выходили в поле, чтобы жениться, найти себе жениха, и выйти замуж, в 15 авгу и в емкий пол, они одевались в белый. Никто не мог различить одежду. И девушки бедные им одалживали специально фонд, деньги, одежду, чтобы не могли различить, кто бедный, кто богатый. В каждом вельском городе, пишет Рамбам, был закон, был обязан быть в этом хуй, то есть бесплатная столовая. Кто платил эту бесплатную столовую? Вся община. Каждая из общины. Если один человек не давал деньги, проходил суд и забирали у него эти деньги. Может, это не его. И это наша обязанность, это наш долг. И дальше, когда люди были в тяжелых ситуациях, и писали любезному Рэбе, что Рэбе, мы сейчас в такой ситуации, где нам тяжело сейчас, мы раньше давали, нам тяжело давать 10%, 20% своего. И Рэбе говорил такую вещь. Он говорил, если вы сейчас дадите часть, а остальную часть пообещаете, что как только у меня появятся деньги, я ее дам, вы как бы делаете вкладывание, открываете себе канал Богом, что вы уже пообещали, сейчас Бог твоя часть, помоги мне, чтобы я смог исполнить твое обещание и дать эту сумму. Но какую-то сумму дать физически, половину Рэбе говорил, а вторую половину делать обещание, и за счет этого ты открываешь себе канал со всего же. И тут я хочу сказать, вспомнить великого Рэбе опять. Рабама говорит, что есть два тикона, два исправления, которые мы пришли сделать в этой жизни. Одно исправление, это называется тикон ханефеш, исправление души, наша духовность, наша связь с Богом, наш духовный рост, наше изучение Толы. Это великолепно. Но второе называется тиконагуф, исправление тела. Исправление тела, человек не может думать о Боге, не может думать о духовности, если ему нечего есть. Если ему негде спать. Из-за этого говорит Рамбар, что да, исправление души это великолепно, это самое высокое, это самое высшее, но при этом это самое высшее, но не самое первое. Первое, мы должны позаботиться, чтобы в нашей общении не было голодных, не было бедных. Мы должны позаботиться, чтобы люди могли подниматься, двигаться. Можем прощения. Из-за этого сначала надо позаботить о нашей обязанности на тикон, тиконагуф, исправление тела, исправление общины. Из-за этого тут еще один очень важный момент для нашего понимания, что по-еврейскому книга царя Соломона пишет «суета-сует». Все в этой суете. Что «суета-сует»? Когда он пишет, что я построил двоец, и я сделал то, и я, и я, и я, и я, и весь этот «я», и вся концентрация на тебе, это, говорит царя Соломон, это все «суета-сует». Ты идешь и на то направление. Помните Льва Толстого? У Льва Толстого была потрясающая история о Пахоме, Пахоме. И Пахом было сказано, что вот ты идешь в поле. И вот сколько ты успеешь пройти до захода солнца в этом поле, все станет твоим. Слушайте, что ты пройдешь, все будет твоим. И знаете, он видит огромное поле, и он говорит «это мое, и это мое, и это мое». И он бегает, и бегает, и у него уже люди текут. Ну вот так хорошо, и он говорит «я тут построю это, и тут построю это». И он идет, идет, и это не кончается. И вдруг в один момент он осознает, что уже солнце садится, а он ушел далеко. И он понимает, что если он не успеет возвратиться обратно до захода солнца, то заберут эту землю, она не станет его. И он начинает бегать с такой скоростью. И он так бегает, и так быстро. Он еле-еле держится, и как-то доходит, и он доходит до финишной линии с улыбкой. Но как только он дошел, бездыханным уже состоянием до финишной линии, у него происходит инфаркт, и он умирает. Как пишет Лев Толстой, его земля, это было два метра на два метра. Это все, что ему осталось от этой великой, огромной земли. Мои дорогие, это отдельная глава, который пишет, открой твою руку. Все равно, в конце концов, ты ее откроешь. Это может быть поздно. Не жди ты. И даже великий злодей, тот, кто разрушил храм на Вухадносер, на Вухаданецер, пишет, что он говорил с пророком Даниэлем, и он видел разные сны, и Даниэль ему раскрывал. И Даниэль, и уже такой момент, что Народзор перестал уже делиться с нами, с другими советниками, только с Даниэлем он раскрывал. И один момент, мы знаем с вами, что он бросил Даниэля в огонь, хотя он был такой близкий советник. Почему он его наказал? Что такое сделал? И проводится, что Народзор увидел страшный сон. О гнилом дереве, это был очень там страшный сон, он раскрывает это Даниэлю, и Даниэль говорит вначале, что это сны, пусть это пойдет врагам, понимая, что это очень плохой сон. Он говорит ему, вы придете в страшную бедноту, и вы будете изгнаны. Семь лет, как скитающиеся животные. И только после этого все изменится в вашей жизни. И тогда говорит ему Даниэль, вы должны давать знаком пожертвования для того, чтобы Бог вас помиловал. Ведь сон не просто так приходит человеку. Сон – это предупреждение. Если ты вовремя исполняешь, получая сигнал и читаешь его правильно, ты можешь это предотвратить. И говорит ему всего, и говорит ему Даниэль, должен делать раскаяние, должен давать всем помогать. Он думает о своих евреях, которые жили тогда в Вавилоне, были изгнаны, у них не было чего есть. Думал, что он так повлияет на царя, чтобы он начал помогать евреям, всем бедным. Объясняют мудрецы, они критикуют Даниэля, что не должен был тогда на выходной царе это говорить. Это отдельная тема. На выходной царе меняется. Ну, не меняется, меняется, наверное, это громкое слово. Но на выходной царе начинает помогать людям. Он послушался словам, и 12 месяцев он дает всем беднякам, они приходили во дворец, получали там еду. шедрость, которая никогда не была знакомой от злодея отца я. И знаете, 12 месяцев проходит. И он как бы проходит все. Я прошел опасность. Если 12 месяцев прошло, и Бог на меня не послал то, что сказал мне Даниэль, значит, я свое сделал исправление, им ничего не надо. И он слышит опять этот шум большой, говорит, что это за шум такой? Говорит, это бедняки, пришли опять просить еду. Отошли этих бедняков отсюда, не нужны они мне тут. И как только он их отослал, он закрыл этот канал. Все. В этот момент у нас в небе он потерял свой шанс, и то, что он смог это двинуть за счет злоки на год, пришло, и он скитался, и он стал бедным. Все эти мучения к нему пришли. Но отсюда учат мудрецы, следачи злодей, на выходносов, на выходнецов, может изменить свою судьбу за счет злоки. Сколько мы с вами можем изменить в нашей жизни, если мы немножко именно в этот месяц раскроем свою доброту, свою щедрость, проверим, если мы за этот год дали 10% злоки. Это первое, что надо проверить. Хотя бы минимум 10%. То, что полагается, если нет, мы в долгу Богу. И хочу вам сказать, что пишется в кабале, что за счет злоки есть тени. Когда человек неправильно думает, неправильно мысляет, неправильно действует, делает ошибки, мы создаем много теней. Бог – это бесконечный свет. Он нас безумно любит каждого из нас. Каждого из нас. Без ограничений. Это all and soft. Бесконечный свет. Но мы неправильными мыслями и действиями создаем блоки, создаем тени, которые блокируют и не дают этому свету, этой энергии проходить. И отсюда проблемы, отсюда нехватка денег, отсюда нехватка здоровья, отсюда нехватка благосостояния, семейные отношения и так далее. И есть способ, как очищаться. Мы об этом говорили на лекциях моих «Кабала и здоровье», четыре лекции по очищению, очень важная тема. Но пишут в «Кабале», что есть одно деяние. Если ты его делаешь, ты снимаешь эти тени. И какое это деяние, мои дорогие? Это цдака. Это пожертвование. Это умение давать. Даже больше ты можешь. Но при этом, говорят мудрецы, есть еще второй. Две вещи. Одно – это пожертвование, это цдака. А второе – то, что было написано в отдельной главе «Ре». «Ре» – это «брахав» – это «клала». Смотри, видь, смотри на благословение и «клала» – проклятие, которое я даю перед тобой. «Лефанеха». И объясняют мудрецы, почему это нужно перед тобою. «Лефанеха». Объясняется в «Кабале». А Ризаль говорит, что «Лефанеха» перед тобой – это слово «паним». Лицо. Будет ли это благословением или проклятием, зависит от твоего выражения лица. Именно так. От твоей улыбки. И тут потрясающая вещь. Объясняет Кабала, что каждый орган связан с другой сферой по Кабале. Как мы знаем, есть 10 сфер, 10 каналов энергии, 10 меридианов. Все состоит в этом мире. И каждая сфера связана с другим каналом энергии. Например, с другим органом, извиняюсь. Например, стопы ног – это сфера Малхут. Правая рука – это милосердие, левая – это гвура, суровость и так далее. Лицо человека – это сопоставляется со сферой кетер. Кетер – это корона. Это самая высшая сфера, самое высшее раскрытие, где когда Бог дает тебе больше, чем ты заслуживаешь. Есть каналы, когда ты соединяешься к каналам, когда Бог дает, сколько тебе полагается, по твоим деяниям, по твоим заслугам и так далее, и так далее. Но есть тот момент, когда ты получаешь от Бога выше чего-либо. Чтобы дойти до этого, есть два момента. Во-первых, наша улыбка. По ним через лицо, через улыбку, через радость и через благоз, через нашу щедрость, через нашу дзаку. И тут есть очень важный момент. Если человек дает человеку сумму большую даже, но без улыбки, и показывает, что он злой, или что он устал от него, или что ему это тяжело, или что, какой он великий, а какой он ничтожный, его унижает, это дзакея не цены. То есть вся сила и вся энергия только когда мы это делаем с большой улыбкой и радостью. А когда радость имеет такую большую силу и милосердие имеет такую большую силу, когда мы в этом месяце даем всю свою энергию, чтобы с радостью, с улыбкой давать милосердие, это и самое сильное очищение которое может быть только в этой жизни. И хочу вам рассказать напоследок очень мою любимую историю о великем рабе, у которого был большой хасид. И вы знаете, этот рабе, все к нему приходили бедные люди, у которых не было денег, не было проблемы, вдовы, старики, разведенные, и так далее. Люди в проблемах, люди в трудностях. Они просили у рабе, помогите. Потому что община к общине приходит, чтобы за помощью, того обязанности общины. Ну а как рабе может финансово помочь? У рабе не было возможности. Но у него были ученики. И был один хасид, который был очень богатый. И всегда, когда рабе к нему обращался, говорил ему, надо помочь. Этой семье, этой семье он никогда не отказывал ни разу. И вот так 30 лет проходит. Рабе приходит за помощью, он просылает их к этому еврею, этот еврей помогает, и так прекрасно все двигается. Один раз приходит семья, вдова с пятью детьми, и нет денег на свадьбу, просит помощь. Рабе, как всегда, посылает к этому еврею. А ему, я говорю, Рабе, вы знаете, я вам столько лет помогаю, и всегда безотказно. У вас, слава Богу, за эти годы же появилось много учеников, много людей могут помочь. Почему все время я? Один раз, пусть кто-то другой поможет. У меня нет сил. Он дал какую-то сумму, но небольшую. Рабе сказал, нет проблем. Вы знаете, за этот полгода этот еврей потерял почти все свое имущество. И он приходит к Рабе и говорит, Рабе, как вы могли, как вам не стыдно. Он никогда ни в чем не отказывал. Один раз, я вам не помог, вы меня уже так прокляли, я так потерял сейчас все свое имущество. Говорит ему, Рабе, мой дорогой, ты знаешь, как я тебя люблю, как ты мне дорог. Как, не дай это Бог, ты можешь думать, что я своему родному, как сыну, могу что-то пожелать. Ну пойми, ты глубишь. Когда ему дыша была на небе, и мне дали миссию нести еврейский народ, вести еврейский народ. Мне дали также партнеров, кто будут со мной вести физически. И кажется, когда была проблема, я подходил к моим партнерам как банкомат, как к коспомату, чтобы те исполняли свою часть. И мы так вместе вели эту миссию. Вот один раз, как всегда, ко мне обращаются люди. Я обращаюсь к моему партнеру. И вдруг в данном банкомате должна была быть деньги на помощь. А Бог изначально дал в этот банкомат больше денег, чтобы этот банкомат мог выдавать больше. Вдруг он отказывает. Знаете, из error message, из сообщения о проблеме. То, что я сделал. То, что все еще сделал. Все еще взял с неработающего банкомата и перевел их в работающий. Это, кстати говоря, история не только о деньгах, это история о времени. Нам жалко наше время от другого человека. Наши таланты. А для чего мы это получили от Бога? Для себя любимого? Подумайте об этом опять. Для чего мы живем эту жизнь? Для чего Бог нам спускает нашу душу каждую минуту опять? И слово «хэт» – грех от слова «пропустить», «промахнуться». Чтобы мы не пропустили свой шанс принести свет еще одной душам, еще одному человеку. Пусть это будет материально, пусть это будет духовно. И когда мы это делаем с большой улыбкой, помните, мы это делаем не что-то там великое милосердие, надо нас потом благодарить и хлопать нам. Мы делаем то, что мы должны, что нам Бог любящий дал все эти подарки великие и дал нам больше даже, чем надо. Могли этим делиться. А что нам осталось делать? Делиться, давать и, главное, делать это с радостью, с открытостью и никогда не останавливаться на сделанном. Мы даем сегодня 10%. Находимся перед Великим Новым Годом, рожащи на 30 дней. Вот это время постараться пообещать всевышим, что я дам в этом году 15%. Проверьте Богу. Давайте. Расскажите только потом о результатах, не забудьте. Мои дорогие, наша задача и когда тяжелые времена, наша задача еще больше помогать в эти нелегкие времена. Кстати, я хочу поблагодарить всех тех спонсоров и людей, кто в эти непростые времена коронавируса, помогли нашей программе продолжать быть в эфире. Потому что сегодня на Дэвидзенраде выходить надо спонсоров иметь. Мы в материальном мире, мы не можем просто так выходить. Так что без спонсора мы не могли бы выйти. Я также хочу поблагодарить всех людей, кто помогает нам на создание нашей организации, нашего онлайн-центра. Мы сейчас создаем новый веб-сайт, где будут все мои лекции. И сегодня у нас был потрясающий эфир со СВАХа, известный из Израиля. Мы сейчас создаем 13 сентября, будет большое мероприятие для синглсов, незамужних и неженатых на Зуме. Мы сейчас создаем целую базу данных, чтобы помогать незамуженным и женатым. Мы создаем целый сайт, кто будет как центр духовный еврейский для лекций по Кабале, лекций по Торге, знакомства, множество. Для этого нужна ваша помощь. И я безумно благодарна тем, кто уже помогли. И прошу всех, кто могут помочь, поддержать нас. Мы сейчас доходим до десятков тысяч евреев, и чтобы мы могли дойти до еще больше и больше еще помочь. Можно это только вместе сделать. И я за мной благодарю всем, кто помогает, тем, кто создают вместе эту доброту, этот свет. Без вас мы не могли бы это делать. Я прошу. И хочу поблагодарить сегодня спонсоров нашей программы. В первую очередь это потрясающий доктор Мойсик, с которым мы выйдем завтра с Божьей помощью в эфир. В 7 часов вечера эфир будет с доктором Мойсиком на тему коронавируса. И я хочу напомнить информацию доктора Мойсика, который находится на Ошан-Парковой по адресу 3000. Хочу вам сказать, что вы знаете, когда человек, не дай Бог, есть болезнь, есть проблема. Я это видел во время коронавируса, мы это все видим. Это время, когда нам нужно безумно помочь людям. И нужен врачей, которые работают не только головой, не только знающим, а сердцем. Это очень важно. Я знаю доктора Мойсика много лет. Я на человек, который безумно большим сердцем. Это очень важно в такие моменты. Доктор Мойсик, ее номер телефона это 718-283-4444. 718-283-4444. Доктор Любовь Мойсик. Огромное спасибо доктору. И завтра у нас будет лекция Каббала и астрология в 8 часов вечера. Знак Девы. Все приглашают присоединяться в Зуме. Люди пишут, если я из Нью-Йорка, да, я из Нью-Йорка. Но сегодня, слава Богу, наша лекция не на весь мир. Без ограничений можете к нам присоединиться. И с разных штатов, слава Богу, сегодня разных стран. И в 7 часов доктор Мойсик, все, что вы знали и не знали о коронавирусе. И все, кто могут нам помочь с эфирами, со спонсированием нашей программы, буду вам безумно благодарен за вашу щедрость, за вашу доброту. И хочу сказать, вы знаете, был этот анекдот, когда еврей утонул. Он пошел со своим другом в океан. И вы знаете, один из них тонет. Страшная трагедия. И на Шиву, на 7 дней траура приходит тот, который не смог спасти, к жене. И говорит, вы знаете, я искренне старался спасти вашего мужа. Я делал все, что я мог. Она говорит, ну расскажите мне детали. Все-таки мне интересно, что там произошло. Что вы сказали ему? Знаете, я ему сказал, мой еще, дай ему твою руку, дай ему твою руку, я тебе помогу. И он не дал. Что вы сделали? Вы должны были ему сказать, возьми мою руку, что вы не знаете моего мужа. Он умел брать, брать, но не давать. Мои дорогие, ждать не надо. И брать не надо. Давать. И чем больше мы даем, намного больше. Неизмерно. Мы берем в нашу жизнь. И из-за этого хочу сказать, что мы с Божьей помощью от нашей доброты, от нашего раскрытого сердца. Как говорил царь Соломон, сердце, которое слышит. Пусть Бог нам даст. В этом сейчас рожь, ходящий илюль, новое месяце илюля. Это время Нового года, когда идет суд над каждым человеком, над каждым из наших деяний. И каждый из наших ошибок и наши проблемы. Но пусть мы будем использовать этот великий инструмент, который Бог дал каждому из нас. Вообще мы ему обязаны его использовать. Пусть мы его используем только с радостью, с улыбкой. Не когда там суд приходит человеку жадному и говорит ему, что ты не использовал эту заповедь, а должен был. Мы забираем твое имущество, конфискуем. Или сегодня ты можешь просто зайти, просто Бог берет и тебе блок по финансовому и по бизнесу. Да все равно это надо сделать. То есть уже делать с открытой сердцем, с открытой рукой. И как даже Агар, которая попала в пустыню, без воды, она умирает, у нее сил нету, ни на что нет сил. И в этот момент, когда это происходит, только она видит ангела. Она лежит, Ишмаэль лежит без дыхания. И ангел, вместо того сказать ей, Агар, бери воду, я тебе помогу, я тебя спрошу. Что нет? И так как протяни твою руку сыну. Она пищил, протягивает руку, и в этом же она протягивает ему руку. Вдруг она видит колодец. Сейчас смотрите, чудо не было. Окей? Чудо не было. Колодец был. Все это время. Но только когда ты помогаешь тому, кому еще тяжелее, чем тебе, Бог тебе раскрывает все каналы. И в этот момент она увидела, что это колодец там был все это время. Но пока ты только себя жалеешь, только думаешь о себе, ты ничего не увидишь. Когда ты раскрываешь свои глаза, и как пустыня говорит, поток, тифтах, ты открываешь руку, какой-то великий грабиальщик, почему пишется везде асер, ты асер, отделяешь десятину дважды, открой руку дважды, дай, на тон-ти-тен дай дважды. Потому что если ты дашь то, что Бог тебе дал, то Бог даст тебе еще намного больше. Мои дорогие, всем вам желаю благословения, всем вам желаю света, любви, самоотдачи. И всегда, все, что мы не делали, всегда с большой, с большой улыбкой и радостью. С вами был Равин Бенцон Ласкин. В эфире программа была «Быть евреем». Все, кто нас смотрели на Фейсбуке, вас приглашаю присоединяются к нам на наш канал на Фейсбуке. Группа «Каббала» будет Раба и Ласкин на мою страницу. Раба и Ласкин, спасибо всем зрителям Хаббататру. Встретимся на следующей неделе. Спасибо всем слушателям Дэвидзен Радио. И всем вам все благословения. До следующего недели. Спасибо.